Мои хорошие, снимаю для вас новый мукбанг с фунчозой, который я пробую впервые. Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я буду кушать вкуснейшую фунчозу, пробую в первый раз, вообще не пробовала никогда в жизни. Я надеюсь, что это вкусно, если не вкусно, то я даже не знаю. Ну, в общем, выглядит это очень аппетитно, приготовила маму по рецепту в интернете. Если вам интересно, то мы отснимем для вас еще и наш рецепт. Здесь маслиные оливки, такие малепусенькие просто огурчики, смотрите, какие маленькие. И здесь у нас кружка кофе горячего. Сначала я попытаюсь попантоваться и попробовать съесть это все обычными палочками, но если не получится, у меня всегда на помощь мне приходит моя вилка. Выглядит очень аппетитно, очень большая на самом деле порция. Здесь три порции. Я надеюсь, что это вкусно. Приступим. Очень вкусно. Здесь еще кусочки курицы, огурчик, болгарский перец, морковочка. В общем, сочетание обалденное. И они такие не супер длинные, поэтому удобно брать. Относительно удобно. Вчера болтала с Жоли и рассказала ей историю, там просто в тему было. И вспомнила, что эту историю я вам не рассказывала. Жоли мне тоже напомнила. Она говорит, кстати, ты же не рассказывала эту историю в видео. Я думаю, точно. Надо рассказать. В общем, когда я готовилась к универу, я, естественно, ходила по репетиторам. У меня было пять репетиторов по всем предметам. Даже шесть, по-моему, или пять. Ну, в общем, не помню. Много было репетиторов. Я долгое время никак не могла найти репетитора по-английскому. Английский у меня очень сильно хромал. Вообще языки мне даются очень сложно. То есть мне проще, не знаю, выучить одну формулу и решить, не знаю, 30 задач по математике. Мне кажется, математика такая интересная. А вот русский, английский, да вообще все языки мне как-то не заходят. И литература тоже. У нас в классе была девочка, которая на всех пробных экзаменах просто набирала максимальные баллы. И так как она хорошо писала все предметы, все ребята в классе интересовались, кому она ходит. Ну, репетиторы имеются в виду. Она, по-моему, в школе как бы с медалью закончила. Вообще такая была способная девочка. Очень такая грамотная. Несмотря на то, что она все предметы знала просто супер, она все равно ходила к педагогам. Ее родители очень хотели, чтобы она развивалась. То есть она не стояла на месте. Если даже знает материал школы, пусть дальше изучает что-то. Очень постоянно она по репетиторам ходила. Я как-то у нее спросила. Говорю, никак не могу найти учительницу по-английскому. Куда ты ходишь? Может, кого-то порекомендуешь? И она мне дала номер. Говорит, вот я хожу два года уже. Очень хорошая, сильная и так далее. В обычных моих репетиторах, когда я записывалась к ним, нужно было подстраиваться под их график. Тут я позвонила. Говорю, можно во вторник, например? Она такая, без проблем. Давай во вторник. Я говорю, а во сколько? Она такая, а во сколько у тебя есть время? Три я могу. Она говорит, приходи в три. Я так поняла, что у нее группы нету. И особо студентов тоже, то есть абитуриентов особо тоже нет. Меня это не насторожило. Я наоборот подумала, хорошо. Будет индивидуально. То есть не так много народу будет. И, в общем, суть заключалась в том, что, когда ты решаешь какие-то тесты неправильно, она всегда на тебя орала. Сначала я сидела одна. Потом парень из моей школы, который учился на класс ниже меня, тоже к ней пришел заниматься. По рекомендации как раз-таки моей одноклассницы. Все просто выискивали репетиторов, в котором ходит она. И все тоже пытались к ним ходить, потому что она очень высокие баллы. Всегда у нее были. Я ходила месяц-полтора. И она считала, что она такая строгая. Но на самом деле я лишний раз боялась что-то переспросить. Она была не замужем. И у нее папа тоже, по-моему, развелся с мамой. В общем, они жили вдвоем с мамой. И постоянно она во время урока там что-то рассказывала про свои проблемы и так далее. Время шло. Ну, в общем, я не могу сказать, что я прям ничего не делала. Вот выводила ее из себя. Я сама по себе вообще трудолюбивый человек. Если я плачу за это деньги, то есть меня бы мучила совесть просто ничего не делать и попусту сидеть там на уроках. Просирать встаны. То есть это было бы очень нечестно по отношению к моим родителям, которые за все это дело платят. В общем, каждый раз какой-то тест неправильно начинает орать на нас, что я это вам сто раз объясняла, и вы опять допускаете здесь ошибку. И как сейчас помню, тема была предлоги, предлоги в английском языке, и там были тесты. И в общем, тесты и я, и мой, как сказать, соседушка. Мальчик, с которым мы сидели, он тоже написал неправильно. И она начала вся из себя орать. Вот из-за вас я там пью какие-то таблетки. Постоянно нервничаю. Вы не понимаете, что как вы напишите, так будут обо мне говорить, что я слабый педагога и так далее. В общем, не останавливаются, начинают орать, орать, орать. И тут заходит ее мать и начинает на нас орать. Вы выводите из себя мою дочь. Деньги, которые вы платите, даже не хватает на ее лекарства. Я такая в шоке. Я просто хотела встать, выйти и сказать, знаете, до свидуля. Но дело в том, что у нас не за каждое занятие ты платишь. То есть ты платишь за месяц. И у меня, получается, там осталось три урока от этого месяца. Я бы могла встать и уйти, но потом я свои бы деньги обратно не получила. А деньги немаленькие за каждое занятие. Для нас и для моих родителей в этот период это были большие деньги. И мы жили очень бедно. Я хотела прям там махнуть рукой. Сказать, что если деньги, которые я плачу, не хватают на ваши лекарства, то получается какой-то невыгодный бизнес. Я больше к вам приходить не буду до свидуля. Я, если честно, по сей день немножко жалею, что в тот день я не встала и не ушла. Потому что ее мама даже, знаете, сказала, выгони их отсюда. Чего ты свои нервы трепешь? Потом выгони их отсюда. Прикинь, их деньги, которые они платят, гроши даже на твои лекарства не хватают. Это было, конечно, ужасно. Это было настолько трешово. Пришло еще три занятия. И все, на четвертое я ей позвонила и сказала, что я к вам больше ходить не буду. И сказала, что из-за этой ситуации. Я говорю, все равно те гроши, которые я вам плачу, вам на лекарства не хватает. Я как бы не хочу портить ни вам, ни нервы, ни мне самооценку. Она такая, ой, да это мама, что ты сразу начинаешь. Любая мама переживает за своего ребенка. Если бы в момент, когда мама зашла в комнату и начала нас так оскорблять, она бы вмешалась и сказала, мам, слушай, не лезь. Она сидела вот так вот. Надоели, достали. Каждый урок просто сидели и слушали о том, как ей брат запрещал встречаться с парнями. А все ее одноклассницы так и вышли замуж. Также она осталась одна, типа такая гордая. В общем, этот мальчик, который сидел со мной вместе на английском, у него как бы не три занятия осталось, а больше. Потому что расчет разный, так как он пришел позже, чем я. И у нас графики оплаты были разные. И он тоже проходил, там не помню, пять занятий или сколько там, и тоже вышел. Мне кажется, это как-то должно стать ей уроком. Во-первых, зачем нервничать из-за этого? Если твои нервы не выдерживают, то не занимайся этим родом деятельности. Но оскорблять людей, которые приходят к тебе, это, конечно, трэш. Я вот вчера как раз-таки эту историю рассказывала Жале. Жале там говорила про локопедию и так далее. Вот. Я как бы рассказала ей, и тут меня осенило. Я эту историю не рассказывала вам. Хотя эта история, можно сказать, как бы наложила некий шрам в моей жизни. Блин, ребят, здесь так много. Боюсь, не даем. Очень сытно. Потом я нашла очень крутую учительницу. Я считаю, что не нужно бояться менять учителей, если вас что-то не устраивает. Потому что я всегда, когда сидела на уроке, думала, блин, сейчас я выйду, а куда я пойду, а у кого я буду заниматься, сейчас опять искать педагога, как раз около моего дома. Нет, такое не должно быть. Даже элементарно математика. Последнее время со мной занималась девушка. Она была таким подростком, так можно сказать. Не всегда опыт, например, работы учителя говорит о его знаниях и как он может тебе рассказать. У меня, помните, мальчиком была учительница. Ее, кстати, тоже звали так же, как меня. Айнур ее звали. И такая свойская была. Могла я 500 раз ей объяснить. И на пальцах. Во время того, как мы решали, она, например, красила ногти. Это меня ни чуточку не раздражало, потому что она офигенно объясняла. Я могла 100 раз у нее что-то переспросить. Я лучше всего написала математику. Я ее просто обожаю, эта учительница. Она была такая красотка, такие макияжи делала. Ей было лет 25, наверное. Сколько я к ней ходила, ни разу ее ни сестер, ни маму я не видела дома. У нее тоже учеников не так много было. Но она офигенно объясняла. Ты мог просто дома ничего не делать. Он тебе так объяснит. Например, тригонометрия. Это огромный раздел, где дофига всего учить. А в экзаменационных вопросах это был всего один вопрос. И она всегда говорила. Это мы оставим на конец. Ничего, если даже один вопрос вы не напишите, ничего страшного. Ну, просто здесь учить вообще-то хрена. У нас как в Азербайджане? Ты сдаешь пять предметов, и баллы со всех пяти суммируются. И получается проходной балл. И, возможно, ты напишешь математику на пять, а, например, историю на двойку. Средне арифметическое ты уже проходишь. А в моем случае, туда, куда я хотела поступить, там математика давала максимальный просто балл. Поэтому я прям с легкостью поступила. Только благодаря математике. Благодаря этой учительнице. Ну, возможно, у меня такой склад ума. Девочка, которая сидела вместе со мной, она не ходила ни на один предмет, ходила только на математику. Она говорит, я напишу максимальный балл по математике и поступлю в универ. Мне неохота учить другие предметы. И многие там говорили, если по другим предметам у тебя есть двойка, то ты не проходишь. Ну, ничего подобного. Она только математику написала на пять, и тут, там, чуть-чуть. В общем, так поступила. Вот, мои хорошие, то, что осталось. Я наелась. Меня уже не лезет. Это видео тоже получилось уже 20 минут. Надо его сокращать. В общем, и целом могу сказать, что фунчоза была очень вкусная. Мне она очень понравилась. Я думаю, что впредь буду снимать для вас мукбанки. А если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Всех люблю, целую. Пока!